Лучшим сотрудникам Самарского автотранспортного предприятия накануне профессионального праздника вручили грамоты и благодарственные письма, а также памятные сувениры от правительства Самарской области и администрации Самары. Мы с вами отмечаем День работника транспортной отрасли. Так сложилась жизнь, что у нас два теперь профессиональных праздника и в октябре, и в ноябре. Поэтому вдвойне приятно, что есть возможность еще раз обратить внимание и всех поздравить. За помощь в перевозке участников творческого парафестиваля инклюзивных театров в адрес работников автотранспортного предприятия прозвучали слова благодарности от руководителей Самарской городской общественной организации, областной организации, Всероссийское общество инвалидов. Благодарственное письмо вручается для всех вас, потому что отношение людей к человеку с инвалидностью – это показатель и отношение нашего города, наших людей, которые живут в этом городе. Спасибо вам, которые работают. Тяжело работать, но работают невзирая ни на что. В настоящее время в парке автотранспортного предприятия более 450 единиц подвижного состава. Предприятие обслуживает 85 маршрутов. В компании около 800 водителей и 750 кондукторов. Среди награжденных – водитель Валерий Дорогойченков. Перевозкой пассажиров он занимается с 2001 года, а общий стаж за рулем у него более 40 лет. Водителем автобуса 67 маршрута работает последние три года. Говорит, что всегда нравилось ездить на больших машинах. Много дается водителям, что, так сказать, с рождения, что ли, с колес от родителей, от моего родителя, который тоже был водителем. И, как говорится, не всякий может быть хорошим водителем человек. Да, может быть, как можно сказать, водителем, но не может быть шофером. Без внимания не остались и дезинфекторы, чей труд сейчас с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации особо важен. Двоим самым усердным сотрудникам мобильной группы дезинфекции вручили почетные грамоты Департамента транспорта администрации Самары и денежные премии от профсоюза. Мобильные бригады, занимающиеся санитарной обработкой общественного транспорта перед выходом на линии и в промежутках между рейсами, продолжают трудиться в круглосуточном режиме. Впрочем, труд каждого сотрудника ценен. 20 ноября профессиональный праздник работники транспортной отрасли отмечают второй год. Его утвердили в 2020-м. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События.